Девушки отдыхают Сальвадор Дали однажды сказал По мировоззрению я кельт Твой склероз у меня в гостях Лиса Патрикевна рыжая Между какими культурными героями Самое неудачное свидание Между Медузой Гаргоной И Святым Патриком Жители Британских островов Кто они? Англы? Саксы? Да, но не только Палеогенетики спорят о предках британцев Иберийские земледельцы, построившие Стоунхендж, или народ кубков С генами степных кочевников Следующую волну колонизации Святые связывают с кельтами Римляне назвали так, в сущности, разные племена Они пришли в разное время Говорили на разных языках Воевали друг с другом Четыре века владычества Рима Лишь усилили противостояние севера и юга Следующих завоевателей Кельты позвали сами Вожди бритов использовали дружины англов Саксов и ютов в своих междоусобицах А потом наемники решили Перебраться на остров Викинги-датчане не ограничились набегами И почти два века оккупировали часть Англии Зато борьба с ними объединила Англосаксонские королевства Нормандское вторжение и Вильгельм-завоеватели Положили конец господству в Британии Англосаксов А кельтский север не сдавался Еще семь веков Вы просили и мы сделали Ирландия Этот выпуск Спокойней, спокойней Не знаю как для вас, для меня он очень важен Потому что особой нежной любовью Люблю зеленый остров История Ирландии Как у любого островного, скажем так Государственного образования Но просто у людей, проживавших на острове Там все немножко не как у всех И причем это проходило очень долго Начиная опять-таки с того момента Когда римская сандалия ступила Извините, римская калига ступила на зеленый остров Там вот действительно Все было немножко непонятно Римляне удивлялись Викинги удивлялись Англичане удивлялись Много кто удивлялся И у нас сегодня здесь Можно сказать специалист По зеленому острову Вся в зеленом Сейчас расскажу про символику зеленого, кстати Да, шикарно Потому что Опять-таки зеленый цвет Как и вся любая Вот именно, скажем так Цветовая дифференциация штанов Для средних веков Ну и для других веков тоже Это все-таки было очень важно Мишель Пастуро Писала огромное количество работ По колористике Именно периода средневековья То есть 13-14-15 век Тот же самый зеленый В Западной Европе Имел несколько смыслов В 13-м веке Это был дорогой Куртуазный цвет Потому что Хорошего, сочного Зеленого цвета Очень сложно добиться И там, как говорится Могли за шмот Спросить Мол, а ты кто такой Чтобы носить этот цвет Ну вот В то время как В 14-м веке Зеленый цвет Начал ассоциироваться С сатаной А как было у ирландцев? Во-первых Я хочу сказать Что ты правильно отметил Даже для человека Кто не знает Об Ирландии ничего Она ощущается Как-то по-особенному И литература И культура И вот эти внешние Какие-то такие Зеленоподобные Символические константы По поводу зеленого цвета Да, действительно Кстати говоря Для наших зрителей Кто смотрит Мишель Пастуро Действительно номер один Как специалист В истории символогии Он же медиевист Он в основном Исследовал средние века И у нас сейчас вышли Практически все его работы Посвященные цвету И даже есть отдельная книжка Посвященная зеленому Ну начался книжный обзор Начался книжный обзор Почему нет? Как реконструктор отмечу Что местами он слишком перегибает И очень так условно Но читать всегда интересно Я сейчас замечаю Что многие наши исследователи Они прям основывают Свои работы на Пастуро Не очень хорошо Но у Пастуро Не только работа по цвету У него в принципе По символике средних веков Есть отличная работа Переведен на русский Ну так вот зеленый Зеленый Да Если мы посмотрим На символику зеленого цвета В других странах Она как правило Либо какая-то Витальная Очень яркая Молодость Жизнь Все хорошо Это если яркий зеленый Вот как примерно У тебя брошка А еще был такой Мертвенно побледневший Зеленый Такой трупный цвет Который Потом смешавшись С ярким зеленым Его стали воспринимать Как колдовской цвет Цвет Ведьм Цвет Дьявола Не зря на некоторых изображениях В средние века Появляются у нас зеленые дьяволы Мы привыкли Что там дьявол черный Дьявол красный А тут зеленый дьявол Мол самый мерзкий Почему? Потому что вся вот эта Дьявольская Ведьминская свита Вот эти полухтонические существа Всякие жабы Змей Это же все вот этого Зеленоватого Вот такого цвета То есть смотрите Две константы Два полюса Очень яркий Витальный И такой прям колдовской Ведьминский Инфернальный цвет Ирландия Впитывает Оба эти Элемента Потому что там Зеленый цвет Считается одновременно И таким Радостным Что ли Феерическим Это цвет фейри Может еще сегодня С вами поговорим Это такие Ну можно сказать Феечки Почему нет Ну не будем обобщать Поговорим 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 В общем Цвет Такого Волшебного народца Ирландии В основном Это женщины Такие маленькие Небольшого размера Вот они все время Были в зеленом То есть это был Колдовской цвет Однако Если ты мол Встречишь женщину В зеленом Были такие Ирландские поверья То она тебе Явно принесет Несчастье Потому что Скорее всего Это ведьма Скорее всего Вот я сегодня в зеленом Я бы на какой-нибудь Ирландской свадьбе Если бы появилась Меня бы оттуда выгнали Потому что зеленый цвет Нехороший Больше того На некоторых Ирландских свадьбах Нельзя было есть зелень Никакую Вот потому что Тоже цвет какой-то Ну неоднозначный Так что мы сегодня Будем и И о неоднозначном Хэллоуине говорить Я так понимаю И в принципе О двойственности А у нас видимо Выйдет выпуск Если нам повезет Как раз в преддверии Этого праздника Ну давай тогда сразу Что там затягивать Хэллоуин Один из самых популярных Коммерческих праздников Западных Которые у нас Каким-то Странным образом Насаждали долго Вот я помню В 90-е Даже Принуждали школьников Праздновать Хэллоуин В школах Такое тоже было Я такого кстати не помню Это московские загоны были Вот реально Сейчас До сих пор Наоборот Сейчас какой-то Ренессанс этого произошел У нас Хэллоуин празднули Только когда У меня почему-то была Вот в детстве Дикая любовь К английскому языку Поэтому я его понимаю Чуть плюс-минус лучше И у нас например Когда Мы обучались по программе Именно там Для обучения Английских детей Англоязычных Вот Она нам все-таки Хорошо У нас очень хорошая Учитель была И у нас Именно в октябре У нас была особая программа Называется Хэллоу Хэллоуин Вот как раз таки И да И мы отмечали Хэллоуин Интересно Что Хэллоуин у нас Чем ассоциируется С Америкой Ну с Англией В лучшем случае То есть с какой-то Английской современной традицией А праздник он как бы Не совсем англо-саксонский И даже не совсем праздник Можно ли вообще Вот Самайн Назвать словом Праздник Это же не совсем Корректная история Что там праздновали-то Хотя вроде Какие-то торжества были В общем рассказывали Ну я думаю да Во-первых Хэллоуин больше С Англией С Новой Англией связан Поэтому там Приемственность В любом случае будет Если мы про Англию говорим Там будет Токийская приемственность Новой Англии Соответственно Большим количеством Ирландских мигрантов Которые приехали в Америку Ну и естественно Впитав в себя Особенности Той американской традиции Которые есть То есть зарабатывание Хорошего Большого количества денег Таким образом Они сделали Хэллоуин Коммерциализированным Праздником Успешно коммерциализирован Прямо как День Святого Патрика Я думаю Хэллоуин и День Святого Патрика Это два таких вот Самых Попсовых сейчас праздника Что ли Но я хочу немножко Реабилитировать здесь Хэллоуин Потому что я очень Вот как специалист По кельтскому искусству Я не хочу Чтобы Хэллоуин Воспринимали Какой-то шабаш-ведьм Ну потому что В любом случае Даже празднование Этого дня Сейчас это праздник И мы сейчас поговорим Что такое был сам Аня Потому что ты прав Это вообще не праздник Для кельтов Вот Это лишний Даже не лишний повод Поговорить об истоках И вообще о символизме Даже если мы сейчас Говорим о китчевом символизме Который проявился в Америке Это всякие Ряжение В Привидении Да Вот это все Какие-то тыквы Это все фольклор Да Он более поздний Но это здорово И поговорить об его истории Тоже хорошо Но, конечно, истоки Хэллоуина Это истоки кельтские Очень древние Если мы говорим Про кельтский календарь Там существовало Четыре Сейчас бы Мы могли сказать Праздника Но это совсем были Не праздники Это были особые Временные Такие периоды Четыре константы На календаре кельтов Это был Первое мая Был праздник Белтайн Лугнасад Это первое августа Праздник урожая У кельтов в августе Начиналась осень Осень Вот И первое ноября Условно говоря Это у нас Самайн Или Самайн Тут ударение особо Не имеет значения Никакого Ну так вот И это был не один день Это было несколько дней А четвертый-то? Так Господи Вот Да Вот и забыла Я здесь до этого и сижу Чтобы вы здесь не расслаблялись Лугнасад Самайн Билтайн Ну и все Ну и я забыла Ну и бывает Вот тебе и специалист Давай отсюда По кельтскому иску А в том-то и дело Что вот эти Я почему вспоминаю Сейчас неоязыческие праздники Их очень много Там типа Ёль туда добавляют Ну то есть расширяют Вот этот вот кельтский календарь И Ну и это нормально А вот теперь А вот напишите Какой четвертый Вот бывает амнезия Ничего не поделаешь Пока Альцгеймер не в отлучке К Самайну Вернемся В Самайну Осень во дворе у нас Осень во дворе Зима уже Вот видишь как смещается То есть Лугнасад Это осень Первое ноября Это уже зима Вот Но не совсем первое ноября Потому что я говорю Там было где-то 7 дней примерно И эти дни были таким Прозрачным периодом Вне временным Когда кельты верили Что Вот все Время остановилось И границы между Потусторонним И потусторонним миром Становятся проницаемы К нам могут в любой момент Прийти души умерших К нам могут в любой момент Прийти какие-то Сверхъестественные существа Потому что если мы говорим О кельтах Там вот реальный И сверхъестественный мир Они вообще Не разделялись Практически То есть верили Одновременно И что придет Какой-нибудь Там мертвый родственник К тебе Или какой-нибудь Обитатель Сида Сид в кельтской мифологии Это вот потусторонний мир Скажем так Вот И это было Одно из самых опасных Времен Вообще В кельтском календаре Люди старались Сидеть дома Ну конечно Была какая-то Обрядовая история Но для нас важно Что в этот день Старались и задобрить Тех, кто умер Потому что По кельтским преданиям Допустим Ты очень хорошо Дружил со своим дядюшкой Но он умер И может к тебе Во время самой Напрести И совершить какую-то гадость Там проклятие На дом наслать И прочее Поэтому То есть вот После того, как человек умирал Моральные границы Размывались То есть там Какая-то такая злая история Могла произойти Поэтому нужно было задабривать Всем чем угодно Да Ну мы не говорим Сейчас про жертвоприношение Это обычно какая-то еда Молочко Какие-то там Репки В общем Все, что было У нас у кельтов Обычные люди Которые занимались Сельским хозяйством Вот Но тем не менее Вот эта символика Того, что В это время К нам в мир Могут прийти Гости из мира Потустороннего Она потом И распространилась Естественно На Хэллоуин Вот Но если мы говорим Сейчас Потому что у нас как У нас Хэллоуин Прекрасно совпадает С христианскими Западнохристианскими Праздниками На день поминовения Усопших День поминовения Святых Это же вообще был Это какой Шестой век Бонифации Четвертый У него же был День поминовения Мучеников Он выпадал На 13 мая Вот Потом через век Григорий Третий Что сделал Он передвинул Потому что собор Святого Павла построил 1 ноября Почему бы не передвинуть Этот день всех мучеников И он потом Стал днем Всех святых Да Как бы 1 ноября 2 ноября Сразу же день Поминовения Усопших И получается так Что вот эти Несколько дней Кельтских Вот этих Самойнских дней Они у нас И в католической традиции Превратились Тоже в несколько дней Поэтому Хеллэн у нас Не от слова Хелл Не от слова Ад Что к нам гости Из Ада все летят Да, кстати, никто не знает Что от слова Святой Вот, да All Hallows Eve Вечер Это вечер Вечер накануне Дня святых Дня всех святых Да Да Я понял, что Зря мы с Самойна начали Там немножко контекста Не хватает Я думаю, нашим зрителям Надо про кельтов Просто рассказать Для начала Потому что кельты Ну, ты знаешь Это не ирландцы Это не так Это кто вообще? Ой Мне так нравится Когда говорят Нация кельтов Нет А вот ты смеешься На самом деле Я очень часто Это очень грустно Слушай Это вообще Это очень грустно С другой стороны Мы сейчас все исправим Сейчас все разберутся Сейчас все разберутся Я с какой-то точки зрения Потом анализировал Почему все-таки так происходит Потому что мы сейчас будем говорить Об общности Ну, условно говоря Мы можем назвать кельтами Народ Который жил там В шестом веке До нашей эры На очень огромной территории Потому что если думать Что кельты Это только ирландцы Или там часть Франции Какая-то Это тоже неправильно Тоже сейчас расскажу Почему все-таки кельтов Больше с ирландцами Ассоциируем Если мы вообще Ореол обитания кельтов Как-то можем определить То это что у нас будет Это будет Испания Ирландия на западе Карпаты на востоке Можете представить Шотландия там на севере До Малой Азии на юге То есть это огромная территория А не только ирландцы Плюс ко всему Когда мы говорим о такой Это же был невероятно Кельтский народ Кельтские племена Они существовали обособленно Там в каждом племени Могло быть по 80 тысяч человек Но почему мы говорим Об общности Потому что примерно У них была похожая культура У них были похожие верования И у них их объединяла Языковая общность В первую очередь Кельтские языки Они похожи, естественно Поэтому как-то так Стали все это объединять А когда говоришь Что расцвет кельтской культуры Его же делят на два периода Гольштадтская культура И латенская Гольштадт это Австрия И вот кому-то скажешь Что а кельты Это вообще-то еще и австрийцы Ничего себе Да, а латенская история Это Швейцария Ну вот это, конечно, все интересно Мне очень нравится высказывание Сальвадор Дали однажды сказал Он говорит Я по мировоззрению Я кельт Почему? Потому что он хочет охватить Культуру всех народов И там запечатлеть это В своем творчестве И это очень правильно Вот И Да Это был очень прогрессивный народ Вот Сейчас очень много Исторических каких-то источников И исторических артефактов Когда мы смотрим На то, что было там В шестом веке до нашей эры Мы удивляемся Не только в шестом Уже поближе возьмем Какая-то невероятная красота Потому что мы все знаем Эти кельтские узоры Витиеватые И они у нас в первую очередь Конечно, ассоциируются с Ирландией Тоже не просто так Да, потому что все-таки Самая такая яркая В первую очередь Письменная культура Мы за счет письменной культуры Воспринимаем кельтов Как ирландцев Потому что у нас Ирландские монастыри Оставили невероятно красивые Там иллюминированные рукописи С этими вензелями И все это связывается У нас в сознании С этим зеленым цветом С этим изумрудным островом С этим ландшафтом И с этой культурой Которая, по сути Удивительно оказалась Не тронута Римским владычеством Все-таки Не добрались Потому что Рим Добрались До Ирландии дошли Соответственно Вот именно римские коллеги Тем более Если по материальной культуре Смотреть Ирландцы До прихода викингов Они переняли От римлян Форму мечей В кроногах Кроноги Это соответственно Такие дома Которые были Там Не помню как точно Где они находились Короче где-то поближе С водой Вот В кроногах В археологии Были найдены Несколько мечей Которые очень сильно Похожи на римские гладиусы То есть это ромбовидное сечение Они были короткие У них была небольшая Коротенькая рукоять И имя именно Кэлоли И когда пришли Викинги Соответственно На территорию Ирландии Именно на территорию Острова Через буквально Лет 50-100 Эти мечи пропадают Потому что пропала Полностью их эффективность Они просто Стали ненужны От них очень быстро Начали отказываться Переходить на импортное То есть на мечи Королинкского типа Вот И опять-таки Да У нас есть Археологические источники Того То что римские коллеги Все-таки топтали Ирландский остров Не так активно Как Англия Они не основали Там Лондином Ничего такого Это одно Действительно Так вот Глубоко прониклись Это другое Ась Да Пока склероз В отлучке Имболк Называется Четвертый праздник Ельский Имболк Да Вот Вы свидетели Я никуда не смотрела Чертоги память Зимний праздник И там Главным символом Было молоко Вот молоко Как Определенная субстанция Выпьешь это молоко Или поделишься С каким-нибудь Скотом своим Все приобщишься К чему-то Надмирному Вспомнили Имболк четвертый Я спокойно Продолжаем Продолжаем Ну вот Ты у нас Кельтолог Не совсем Не совсем Кельтолог Это в основном Специалист по кельтским языкам Я когда Заканчивала Такую интересную Специализацию Как кельтское искусство Нам преподавали Ирландский Но все Ирландские диалекты Они очень сильно различаются Грубо говоря Ты приедешь в Северную Ирландию И заговоришь там На каком-то южном диалекте Тебя не поймут И нам преподавали Вот именно Южные Южно-ирландские Гальский Ну можно так сказать Да Попроще Просто говорю Что с югом Ассоциировали Потому что у нас Вот МГУшная школа Они в основном Занимаются именно Южными ирландскими Такими языками Ну я просто к тому ввел Что я только книжку Одну читал Пожалуй Вот так вот Серьезно Именно по кельтологии Твой склероз у меня В гостях Я сейчас не скажу точно Я к тому что Такой профанский вопрос Немного Насколько я понимаю Кельтское население На тех территориях Где оно близко Соприкасалось С римлянами Оно достаточно активно Романизировалось То есть И как-то вошло Вот в этот римский мир А Ирландия Она оказалась Немножко сбоку припеку Так же как Собственно Север Британии То что за Адриановым валом Находилось Шотландия И так далее Из-за этого Они сохранились Когда империю Немножко смело Или как так получилось А в том-то и дело Что у нас большая проблема С письменными источниками Ирландскими Мы же в основном Откуда узнаем Об истории Ирландии Вот такой древней Записки о Гальской войне Куда собственно говоря Цезарь дошел у нас Он что там делает Он своих богов Вскрещает С ирландскими богами Он там говорит Что есть свой Там гальский Юпитер Иной раз даже не называет Как его на самом деле Там именуют Этих кельтов В Дублине видал Деревянными идолами Торгуют Ну вот не зря же Вот это слово кельтой Греки так называли Кельтов И галы Так называли римляне Вот эти народцы Скажем так Так что у нас В основном Источники Вот этих вот кельтов Которые все-таки Попали под римское влияние У нас там очень много Вот именно Каких Записки о Гальской войне Жи читали Наверняка И мне так смешно Читать всегда Там Цезарь всегда Хочет показать Как он круто Повоевал Вот правда Вот такое Восхваление Там Какие эти мерзкие галы Какие у них Неправильные Вот наш Там Юпитер Вот он Действительно Мощь А их Какой-то там Просто побочные Какие-то башки Непонятные То есть А вот Собственно О кельтской Мифологии Мы узнаем Естественно Не из записок О Гальской войне Но мы тут опять Упираемся В какие-то Монашеские Письмена В первую очередь Потому что И конечно Кельтские саги Или кельтские скелы Откуда мы Собственно Черпаем Настоящую Такую Рафинированную Ирландскую мифологию Что откуда взялось Какие там Действительно Были божества Это же так интересно Чем еще Отличается Вот эта Ирландская И кельтская Мифология От всех остальных Там же нет Космологических мифов Мы ничего не знаем О начале времен Там нет Эсхатологических мифов О конце времен Как вот Рагнарёк Скандинавский Этого нет И поэтому Тоже это очень сильно Нас привлекает Откуда там Что взялось Мы тоже не понимаем У нас есть Масса этих скел Ну саги Будем называть Так проще Все-таки Но это по аналогии Названо скелы Это будет Кельтское слово Типа история Или повесть Скеллотеллинг Вот Да Почему нет Там очень много Подразделений на скелы Там 4 цикла Кельтских саг И они все довольно Разрозненные Хотя их пытаются Как-то классифицировать Но вот только из них И это здорово Мы узнаем Вот об этой богатейшей Культуре Поэтому Кельтские саги Или кельтские скелы Ирландские в первую очередь Читать невероятно интересно Вы что-нибудь читали Из кельтских саг Ну в основном Из ирландских Это естественно Похищение быка Из Куальнги Это Цикла Кухулини Это Ну в общем То что было В замечательной книжке Ирландские саги Вот именно Старой советской И то что там Именно поновее Ну и плюс Еще читаю Это как Исторический источник Потому что там Именно очень часто Описывается Одеянье К сожалению То что на раннее Средневековье На Ирландию Мы можем посмотреть Это немножко Изобразительных источников Чуть-чуть Совсем археологии Прям вот Низер какой-то И соответственно Письменные источники И письменные источники Мне сами по себе Вот именно очень нравится Их приятно читать Кстати Немножко хочу вот сказать По долгу службы Популяризация Исторического канала Очень часто Встречаю с людьми Альтернативных взглядов На жизнь Которые Вечная боль Вечная боль Я не могу сейчас Просто вот это не сказать В общем Вы же знаете Что христианство Всегда несет Только зло Уничтожение культуры Ну нам-то Как не знать Да нам-то Как не знать Вот Знатные рисовые Семь тысяч лет Руси Так вот друзья Святой Патрик Придя в Ирландию И крестив ее Принес туда еще И письменность Благодаря Ирландским Вот этим собственно Монахам Которые есть Все эти скелы Дошли до нас И мы Благодаря им Естественно Правильно изучая источники Все-таки Не будем забывать То что Это все-таки Было переписано Именно в том плане То что Через Хоть это ирландцы Но все-таки Уже через христианское Мировоззрение Там все-таки Поправочки были До того же самое Кухулини Он например Защищал Учил христианских Монахов Именно в монастыре Защищаться Как например Скорее всего Он может вообще Друидов Типа учил защищаться Вот Короче Благодаря Святому Патрику И христианству У нас вообще Сохранились Такие важные Письменные источники Мы тут можем Точно сказать Что кельтская Мифология Это продукт Христианской веры Христианской веры И эры В первую очередь Так что тут Не противоречиво Да Вот давай об этом Поговорим Как раз Слово друиды Древовед Древоведы Древоведы Прозвучало Там ведь Была проблема В том Что они не записывали Ничего Да Друиды ничего Не записывали А что они не записывали Они не умели Или это Какая-то Сакральная идея Что вот Знание Религиозное Как раз Записывать нельзя Извините Она передавалась Устно Это была Соответственно Культура Устной передачи Если не ошибаюсь Был остров Ну есть наверное Остров Называется Инисмона Куда собственно И вывозили друидов Учиться на друидов И там устно Людей Долгие годы Натаскивали Учили все эти саги Там как Там гадать Все дела И все остальное И у нас Не осталось Фактически Никаких Более-менее Достоверных источников На обрядовую систему На гадания Которые там были И прочую Именно мистику Которая должна исходить Из друидов Поэтому если Современный человек Говорит Что вот он Возрождает Древнюю традицию Друидов Он врет Он новодел Это моя боль Как спеца Который не помнит Как называется Имболк Четвертый праздник Мы будем вспоминать Эту Рефри Вы не вырезайте Ни в коем случае Ошибка Это нормально И всегда Нужно Либо знать Где посмотреть Либо Откуда-то вынуть Абсолютно Ты прав У нас Никаких источников Не осталось Да Это сакральная история Нельзя было Записывать тексты Это вот это только устная передача Как реликвия Потому что слово для кельтов Это реликвия И где-то вот ее Именно словесная Вот такая вот Какая-то Нездешняя тоже Записывать нельзя было Если видели Что кто-то где-то Что-то записал Там Черепки о каком-то Тут же уничтожалась Эта история Были друидические школы Были центры Друидических школ Где обучались На друидов Обучались на друидов Друид четвертого разряда Да Уровнев Ну потому что Если мы говорим о кельтах Это можно сказать Такая классовая история Там же были друиды Там были фелиды Поэты Потом барды появились Которые потом пропали С Кромвелем Ну об этом в другой раз Мы об этом поговорим еще Об этом в другой раз Мы англичанам все припомним А вот эта история Про то, что так профанируется Друидическая культура Скажем так Вообще память Об этом сословии Это жрецы же в первую очередь Да Сейчас чего только нет Гороскопы друидов Говорят, что друиды Создали на основе Символики Деревьев Ирланд Действительно Если мы откроем Скеллы, саги То мы увидим Что в Ирландии Очень сильна Символика растительная Да, у них там Пять священных деревьев Даже больше Ивы у них Священные Тисы Дубы, конечно Священные Слово это друид По сути Этот корень Кельтский дру Дуб Дуб, дерево Ну вот поэтому древовед Это не шутка Дубовед Дубовед тоже можно Дубовед 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 Тут все просто Сила Это Такая история Бродячая Дуб как символ Какой-то силы Такой даже Мужественной силы Где только В какой мифологии Все-таки не будем забывать То, что дуб Это все-таки Кормилец для скотины И он невероятно важен В той же самой Европе Там в Германии В раннем Средникове и так далее Такие дубы срубали Только когда Ну совсем все плохо И очень нужны были Стройматериалы И опять-таки Другие вещи А так дуб-кормилец Он там где-то вот Вдалеке стоит К нему подводят свиней Он кормит Выпуск про плачинентами Прервемся на секунду Обратите внимание У нас идет Первый выпуск Про Ирландию А у нас будет Еще выпуск про Ирландию Мы еще поговорим Про Ирландию современную И ее борьбу с англичанами А вот если вы все это Хотите увидеть и услышать Ставьте лайк Пишите комментарий И переходите по ссылкам Подписывайтесь на нас В социальных сетях Да Друиды Значит гороскопы друидов Раз Ну вообще Есть такое Что ли клише Ну большинство Если мы говорим Про массовое сознание Это неплохо Но это есть Мы же как воспринимаем Друида Сидит старец С бородой В белом балахоне На ветке дуба Или какого-то дерева Я его как юнит Из ХММ Я его воспринимаю Как друида Из Астерикса и Абеликса Вот Какой твой персональный друид Астерикса и Абеликс Это же у нас Тоже в контексте Что у нас еще есть Таро друидов Вот это все Гадают Якобы там Друиды вообще составили Свои карты Гадальные карты Друидов Но это просто Вот это конечно уже А потом приходят в ТикТок И 10 тысяч рублей На расклад как бы потратить Вот люди деньги зарабатывают Древние жрецы Они используют Помощь друидам Причем это все Упаковано В такую Очень убедительную Обложечку Потому что Мы-то знаем прекрасно Как кельты Относили к символизму Деревьев Это было Это есть И вот такую вот Ниточку провести Где Минутка из точниковедения А откуда мы знаем То есть все-таки Что-то записывалось Не сакральное знание А что-то записывалось Ну в первую очередь Мы про саги говорим Причем Вот Вась сказал Ремарка В Ирландии Вот ты сейчас идишь Между Васей и Асей В Ирландии До девятнадцатого века Нельзя было созвучно Называть детей Вот их Мол Могут подменить Была такая история Как подмены шефей Знаешь Да Спойлер Дальше будет Спойлер Да Могли подменить И подложить ребенка С потустороннего мира Настоящего забрать Вот нельзя было Нельзя было называть Вот А склероз продолжается На чем я остановилась Про друидов А саги В первую очередь Вся вот эта кельтская история Кельтская мифология Какой-то символизм Что мы знаем о друидах Вообще Вот реально Какие факты Жреческое сословие Которая обладала Определенными полномочиями В первую очередь Жертвоприношения Самое главное Для друидов Это были Ритуалы жертвоприношения Если какой-то Допустим Ученик друидов Или друид Он провинился Самым страшным наказанием Это было Отречение От участия В жертвоприношении Есть история Опять Это все Цезарь Это все Цезарь Он немножко Делает кельтов Кровожадными Вот это тоже Не совсем правильно Потому что Ну Он там Такой кошмар Описывает Настолько Там кровавое Жертвоприношение Что историки Вот например Хельмут Биркхан Один из лучших историков Которые изучают Кельтскую культуру И книжка у него Есть замечательная Вот если кому-то Интересно Именно про кельтов Биркхан Номер один И он говорит Что у нас тоже В сознании кельт Это такой Кровожадный Прям воин Какой-нибудь Естественно Рыжий Потому что опять Ирландская Вот эта история пошла Просто вот Самое главное Для них это убивать Ничего подобного На самом деле Все те же Какие-то Что религиозные Полурелигиозные Скажем так С мифическим налетом Они нам говорят Что да Жертвоприношения У друидов были Но не настолько Уж и кровавые И вот эта вот история Что там помещали Людей в клетку Фильмов таких Очень много Что вот изготавливали Куклу какую-то Огромную Большую Плетеный человек Плетеный человек Да-да-да Вот это все Тоже вилами по воде По сути Вот Так что да Жрецы Жертвоприношения Священное слово Обращаться к друидам Встретить друида Он тебе что-то скажет Ну это самое главное В жизни событие Да А так Главные конечно Источники Всей этой мифологической Истории И религиозной Истории верования Кельтв Да Саги Иудвайся правильно сказал Кухулин Главный герой Кельтской мифологии Это вот Четыре цикла Кельтских саг Это уладский цикл И он именно Для историков Самый интересный Потому что Именно там правда Там очень много Вот этого вещизма Любопытного Что из чего сделано Героический цикл Саг его еще называют Потому что Во-первых Главный герой А вот это Если кому-то Больше интересно Вот эти друиды Жрецы Символика Есть мифологический Цикл саг Где вот как раз Больше мифы Излагаются Какие там были Боги У ирландцев Потому что у них же тоже был Свой бог Ремесел был У кельтов У кельтов Это очень важно Вот мне тоже не совсем Иной раз обидно Что кельтская культура Вот чисто как ирландская Воспринимается Тоже не очень хорошо Потому что Огромное значение Имеет Валийская история Уэльс Валийская мифология Потому что все Что мы знаем Все про короля Артура Про Тристана Тристана и Зольда Это все-таки Ирландская большая история А вот это Мечис Калибур Камелот Артур Это все валийская Мифология Тоже кельтская То есть не англо-саксонская Нет Ну если мы говорим Об историческом Артуре Это тоже такая Конечно интересная история Да такой Воин Который спасал От англов и саксов Вот Хотя кстати Об Артуре Там только три источника Исторически сохранено Где о нем Так вскользь просто упоминается А потом Все же раскрутила легенда Которая шла там С девятого в двенадцатый век И там вот тоже Все вилами по воде И в первую очередь Валийский поэм Гададин Есть такая валийская поэма Где Там один из героев Сравнивается Вот с этим самым Артуром Что вот Теперь-то Вот этот Тот самый воин Который впитал в себя Вот любые Какие-то все Возвышенные качества Ну то есть Невероятно сильные Да Король Артур Это в общем Ирландский рюрик Уэльский Да Причем Абартур И не англосаксонский Абартур Два источника Два на латинском А другая на валийском Да Уэльская история Именно если вот Письменная Если письменная история И плюс еще два цикла Саг Самый скучный Есть королевский цикл Там про королей Ирландии Их же там полно Их там много Да Они все одинаковые Ты читаешь эти Саги из королевского цикла Чем же они отличаются И не страшно И не стыдно Не помнить Когда в какой там провинции В каком месте Там этот король Правил Вот И самый популярный Вот если сейчас Больше и чаще читают Про Кухулина И про уладские саги Вот эти То в 18-19 веке Был популярен Третий цикл Саг Афиня Или осянский цикл Я думаю точно знаете Благодаря Джеймсу Макферсону Шотландский автор Который Такую мистификацию Были очень модные В 18-19 веке Мистификации Он создал такую штуку Что Якобы Он обнаружил записки Асиана Древнего поэта Ну чуть ли не баян Там на гуслях играл И вот эти древние тексты Вдруг были обнаружены Не баяна классика Да А так был действительно Финский Цикл Афиня Финн Это имя героя И это самый поздний цикл Кельтских саг Там тоже такой Геройский герой Тоже их вот интересно читать Да Асиана Это скажем так Скажем так Попытка удревнить шотландцев Прям очень сильно Удревнить шотландцев Как прям отдельной Такой народности И так далее Там очень большая В итоге пошла мифология Что в дальнейшем Там Скажем так Вся эта мифологизация Клановых тартанов Вот это вот Всяких там традиций И так далее Дошло до того Что она прижилась И даже уже была Реконструкция Всего этого Хотя это был Вот именно Клановый тартан И многие другие вещи Это был Лютейший новодел Который был уже После времен Вальтра Скотта Лютейший новодел И в общем Это была договоренность Грубо говоря С производителем тартанов Если уж совсем брать Потому что Тартановые ткани Клечатые Нам неизвестны В Шотландии Ну то есть Первое появляется Именно вот Более-менее Такие Востоявшиеся времена В 16 веке Изобразительный источник С археологией Там еще вообще Еще более позднее И это была клетка Это было обозначение В первую очередь Того Что ты шотландец Но не было Никакого особого рисунка Типа там У Макинзи Маклоффленов И всего остального Это грубо говоря Вот каталог И так далее И там люди Начали Это собственно Делать Вот А дальше Сыграли На вот этом Вот Чувстве Скажем так Уникальности И желания Вот этой вот Свободы Когда Вальтер Скотт Со своими товарищами Одевался Соответственно В большой плед Носили при себе Оружие И мы Вот такие Джигиты Да Вот Опять англичане Все придумали По сути Да Но Вальтер Скотт Он первый Кто написал Более-менее Скажем так Постарался Научно Объяснить Историю Шотландских Кланов И Он попытался Именно более-менее Объективно Делать И ту же самую Осеану Вот Которую он говорил Он сам Даже вот Несмотря на то Что сам он Из-за того Что историческая наука На тот момент Была молодая И не было Скажем так Такой мощной работы С источниками И проверки контекста Даже Вальтер Скотт При таких условиях Объективно Для истории Именно Шотландии Вот именно Скажем так Ее Именно приписывание К Шотландии Извинились Друг перед другом Очень хорошо Что ты про Вальтера Скотта Вспомнил Потому что Так получилось Что его романы Затмили его Теоретическое наследие Потому что Мы там помним Айвенга Ну много В первую очередь Я думаю Айвенга А у него Столько теорий Столько исторических Сочинений Не только исторических Романов Плюс он У него много Работ по эстетике У него много Литературоведческих Работ То есть Вальтер Скотт У нас такой И чтец И жнец И вообще Очень хорошо Что сегодня Мы его вспомнили И я думаю Мы с вами Сейчас И наши тоже Зрители Заметили Насколько Сколько Мистификаций Вообще Окружает Кельтскую Культуру В целом Вот в Шотландии Тоже это касается Я вспоминаю историю Слушайте Однажды Тут еще Вот какая история С кельтскими языками Их много И очень многие Мертвые уже языки По-моему В 70-е Мэнский язык Например Умер Окончательно Можно сказать Относительно недавно То есть Не осталось Ни одного Человека Который говорит На мэнском языке Ну вот И у Вот этих Мистификаторов Любителей мистификации У них всегда Была какая-то Цель в жизни Обнаружить Что-то В кавычках И выдать Это за Действительное И я помню Была такая история Какой-то ученый По-моему Английский Принес запись Якобы записал На диктофон Единственного Человека Как последнего Последний человек На земле Который говорит Там на каком-то Шотландском диалекте И все Это была сенсация Все газеты Журналы Говорили Что вот этот Вот ученый Он обнаружил Записал Этого и последнего Человека Потом выяснилось Что он записал Хрюканье свиньи Что это был Какой-то Диалект Шотландского Ангельского Тоже англичанин Небось был Вот я о чем и говорю Но вот тут боюсь Надо проверить Все-таки Кто это был Не будем сейчас ругать Всех свиней вешать На англичан На них и так Надо решить Да-да-да-да Как звучит Особый диалект Шотландского Да-да И все верили Просто Это потрясающе А какие еще были Кроме друидов Вот ты говоришь Там были Барды Были вот То есть это было Кастовое какое-то Общество Да Можно так сказать Ну барды были Чуть-чуть попозже Были еще фелиды В некоторых текстах Их смешивают С друидами Но фелиды Это скорее всего Такая поэтическая История была Если у друидов Были больше Религиозные Такие Тексты Которые не имели Отношения к поэзии Сакральная история Будем так говорить То фелиды Это больше Это при королях При дворе Даже не хочу говорить Ну сейчас Какие там дворы Ну почему бы и нет Хорошо При королях Были фелиды Придворные поэты Пусть будет так Которые Чем занимались Ну оды слагали Что ли Восхваляли королей Эту функцию Потом переняли барды Естественно Ну и тут Плюс воины Конечно же Оружейники Кстати по поводу бардов Бард это чисто поэт Или все-таки воин поэт Источники здесь расходятся Ну вот я здесь За литературу ведов отвечаю В основном Это у нас поэты В первую очередь Особенно если мы Барды у нас вообще существовали Это 12-17 век То есть это не раньше Там в основном Вот эти фелиды Ну это примерно одно и то же И не будет страшно Если мы прям будем Их как-то Смешивать Все смешивали Вот То барды Это уже 12-17 век Там очень много бардов Они же были монахами даже Вот настолько И у нас Бардическая поэзия Часто смешивается С монашеской Вот Она только в 17 веке Бардическая поэзия Стала такой уличной Потому что ее запрещали Бардическую поэзию А об этом мы поговорим В следующем выпуске Да Не забывайте Подписываться на нас Обязательно Мы поговорим Про то Как англичане С орландцами Ну вы поняли Да вот и все Собственно Как все Ну можно Нет ну как Ты про Расходимся Ты про сословие Спрашиваешь Да Давайте поговорим Наконец Про важный Переломный момент В истории И про второй Самый популярный Праздник Ирландский День Святого Патрика Мне кажется Что это наоборот Первый самый популярный Первый да Возможно да Кстати давайте Небольшой тогда Вывод по Хэллоуину То что Самайн Это изначально Не праздник А это Самые опасные Дни в году У кельтов Потому что Твои мертвые Родственники Например Мертвая теща Могла прийти Наконец-то Проклясть тебя Что ты с ее Кровинушкой Сотворил Вот Соответственно Они пытались Задобрить А в дальнейшем Путем христианизации Полностью побороть Праздник не получилось Перекрыли его Днем всех святых И днем поминания Умерших Я бы даже не сказала Что пытались перекрыть Наоборот Пытались ассимилировать Я про это и говорю Скажем так Именно произошло Как обычно У них там Сколько смотришь Постоянно Праздник какой-то Языческий Надо сперва отменить Как это было Например С римской Античной Символогией Типа того же Самого Грифона Опять-таки Когда вот Блин Ну надо как-то отменить А потом нет А зачем А давайте ассимилируем Грифон Это изображение Не оба кого А Иисуса Христа Потому что Лев король на земле Среди зверей А орел Король на небе А Иисус Христос Король на небе И на земле И с единорогами То же самое Там тоже опять-таки Симвология Иисуса Христа Который соответственно Ищет Деву Марию Непорочную Ну вот Я вообще всегда говорил Что каждый северный народ Имеет право На праздник середины зимы Как его не называй Потому что иначе Ты там Головой ты съедешь Да-да-да Вот именно Вот И соответственно Сначала попытки отменить Потом попытки перекрыть А потом просто А что это мы мучимся А давайте просто Ну как бы Вот И вместе А дальше Соответственно Коммерциализация Сначала в Англии Стартовая коммерциализация Потом после миграции Ирландцев Во времена Картофельного голода Приехали в Америку Там решили делать Кэш на этом всем И сейчас Хэллоуин является Одним из таких Серьезнейших Коммерциализированных Праздников Октябрь Он же Спуктобер То есть Стрёмнабрь Если так переводить Забавно Октябрь это все Это сразу Оранжевые листва Тыквы Очень странная музыка Со звуками Клавесина Вот И конечно же Майкл Майерс И ужасы И вкусняшки Вообще Вот это китчевая Ночь в тоскливом октябре Вот это китчевая История Хэллоуина Это же вообще Где-то 70-е уже Когда у нас Начались всякие Фильмы ужасов 80-е Золотая эпоха Вот именно Фильм в категории Конец 70-х Да-да-да Там 78-го Где-то так Поправьте нас Посмотрите В каком году Был Хэллоуин Фильм первый Пишите комментарии Где она ошибается Там вот это все Критикуйте Нам только лучше Да Мы специально Там напишите Мы специально ошибаемся Мы вообще ничего не знаем Можете мне там написать Привет Вася Тебе найду волосатый Там вот это все И в общем сейчас Хэллоуин является Ну таким Можно сказать Международным праздником У которой имеет Скажем так Общий внешний вид Но каждый отмечает По-своему Международный праздник Обнала тыкв Ну форма стала Здесь выше содержания Это точно Хватит страдать Над Хэллоуином Перейдем на другую стадию Развитие Святого Патрика Да Святой Патрик Вот интересный Персонаж достаточно Мы вот Все обещали Что мы расскажем Кто же он такой Но Сразу хочу сказать Есть же еще много Других интересных Ирландских святых Там же очень интересная Традиция Вот эта вот Давай не только про него Но про него в первую очередь Да Ну мне кажется Святой Патрик Уже даже не Ирландский святой Мы все его уже Воспринимаем Как нашего Как мы знаем Он еще и православный У нас Это наш святой Да День Святого Патрика Я как настоящий Соответственно Русский человек Я как с Новым Годом И Рождеством Отмечаю Несколько раз Так что да У нас Святой Патрик И поэтому Не говорите нам Что мы тут обсуждаем Не наших святых Святой Патрик Патрики тоже наш 30 марта Мы теперь празднуем Ну конечно 17 марта Закрепилось В мировой культуре Он уже Из религиозного Из религиозного Парадигма В культурную Скажем так Переместился Потому что День Святого Патрика У нас отмечают Те кто от религии Очень сильно далек И я думаю Кто-то Наверное все таки Ходит в этот день Вообще воспринимают Как национальный праздник Ирландии Да А как активно В Чикаго Например Как праздновать Потом реку Перекрашивают Зеленый цвет Очень известная история Ну в общем да А в Бостоне Это как А что в Бостоне Ну Бостоне Это штат Где больше Ну соответственно Город где больше всего Ирландцев Именно в США А ну Тогда понятно Причем Любопытно же Что я не помню К сожалению Этот период Когда День Святого Патрика Стали настолько Активно праздновать Что в Ирландии Стали закрывать Пабы в этот день Ну потому что Все на улице Валялись Извините Впитавшие в себя Различные Алкогольные напитки Так что было и такое Что запрещали День Святого Патрика В Ирландии Вот такой вот Национальный праздник Ну да Тут такая история Когда Святой Стал Таким Культурным героем Что ли Ну так Что это за Святой был Что это был за вчера Что мы о нем знаем Очень легендарная личность Про Святого Патрика У нас легенд Больше чем исторических источников Если мы говорим Про Жития Святого Патрика Их два И они все написаны Сильно позже То есть Это Святой 4 века Очень ранний Да И получается Что Одно в 7 веке написано Ну очень Намного позже Плюс у нас есть Исповедь Святого Патрика Ее очень интересно читать В первую очередь Ее интересно читать Как литературное произведение В каком-то смысле Исповедь Святого Патрика Это даже какая-то Исповедь Августина Блаженного Возможно Ну только в очень ужатом виде Конечно Но вот ее любопытно читать Потому что там как раз Приключения Это Святого Патрика Описываются Ну что Он из гала римской семьи И тоже такая история двойственная Потому что Про Святого Патрика Есть легенда Что оказывается Мол отец у него Был все-таки язычником Вот такая есть история Причем у нас не только Со Святым Патриком Вот Например Святая Бригитта Там тоже История связана С тем что якобы Ну это четвертый век Вообще это было нормально Для того времени Там было много смешанных семей И в принципе То есть это римская семья была Да в каком-то смысле Да Гал римляне Его отец Если не ошибаюсь С чиновником вообще Вообще не бедная Ну так вот вышло Что жил бы и жил Но в плен к пиратам-то попал Наш Святой Патрик И вот уже А где он жил Я все время путаюсь Откуда он вообще родом А у нас же там нет каких-то точных То есть не из Ирландии Плюс у нас У нас даже нет Где он точно там Даун Патрик Главный Якобы где похоронен был Этот Святой То есть очень разрозненные сведения И я вот забыла Не договорила про Бригитту Это главная женская Ирландская святая Если Святой Патрик Главный святой мужчина То там будет Святая Бригитта И там такая же история С ее родителями Потому что Некоторые источники сообщают Что вот да Она из уже Религиозной семьи А есть самое популярное Житие Бригитты Где в конце Она обращает веру Своего отца Ну вот все Какие источники у нас есть Про ранних Ирландских святых Они довольно Противоречивые Вот скажем так Ну в общем да Ну если вот так сказать Каратенко То что мы все-таки знаем Вот мы знаем Что было Он из обеспеченной семьи Что изначально К Богу Он относился Поверхностно Ну это нормально тоже Но потом Когда попал Как говорится Экзистенциальная ситуация Произошла Попал в плен к пиратам Там он обращается к Богу И там тоже Разные источники Сообщают нам Что у него было Видение ангела И это конечно Подается как Фантастический роман Когда ангел Говорит ему Давай иди и крести Ты нужен Вот народу Давай Обрати веру Вот И мол на него Снисходит благодать Святой Патрик Решает отправиться И спасать Вот этот языческий Языческий народ Ну Прям Опять геройский герой у нас Вот так его представляют И легенды Ну и Плюс легендарная личность Потому что Красивых легенд Очень много Ну вот самое известное Что да Крестил Ирландию При помощи Трелисника Тоже же неизвестная история Стоп Трелисник Ну вот рассказывайте сразу Почему Трелисник Вообще клевер Вот как это все стало Откуда оно Во-первых в Ирландии Много клевера Это понятно Просто Просто много Нет змей Но много клевера Ну и плюс Клевером скотина питается Клевер важен Важен Клевер важен Вот Как дуб Тем более Опять-таки По поводу Ну да Как дуб Все верно Все верно Он важен А с учетом того То что во времена Климатического Оптима Опять-таки Плюс еще Остров омывается Теплыми течениями Грандстрима Там очень хорошо Растет Вот всякая Зеленая растительность От чего Соответственно Производящее Вот именно Скотоводческое хозяйство Там развивается С большим количеством Еды И многими другими Факторами Которого сейчас Очень долго Объяснять В Ирландии Произошла такая вещь То что там было Ну в среднем 100-150 королей И один верховный Король Ирландии Который был таким Политико-религиозным Авторитетом Но не прям Вот именно таким И просто Королей становилось Больше А потому что Ну а за что им бороться Еда у них есть Все в принципе есть Возможно там Какие-нибудь мелкие Стычки были Именно поэтому Там было так много Королей Вот Потому что Ну очень много еды Очень много овец Где много еды Там много королей Кстати вот что интересно По поводу Ирландских королей Потому что сейчас И с Патриком Будет связан Один ирландский Языческий король Мы откроем Любые саги Да и даже Артуровский Потом какой-то цикл Короли там Такие слабые все Правда Потому что там В первую очередь Придавалось значение Какому-то легендарному герою Вот Почему у нас Вот Артур Король Артур В исторических сочинениях Еще более-менее Доблестная личность Огромный крест Пес короля Артура Там на камнях Оставляет свой след Даже собака у него Какая-то мощная А мы откроем Обычный артуровский цикл Что он делает Сидит в своем замке И отправляет рыцарей На вот эти вот Какие-то их приключения Дабы самому И в этом всем не участвовать Ну понятное дело Сохранить свою жизнь И вот ирландские источники Королей Именно королей Как правило Представляют Какими-то мелкими Ну вот какие-то Даже ничтожные что ли Поэтому и королевский цикл Саг читать скучно Поэтому у нас такой Слабоязыческий король Потому что когда приезжает Святой Патрик Ну кажется святой Да А там король Но король этот Выглядит просто сошкой По сравнению Со святым Патриком Якобы он приехал Святой Патрик На Пасху туда И пасхальные свечи Пасхальные огни Были зажжены Раньше Чем языческие огни Вот такая тоже Невероятно красивая история Ну а по поводу Трилистника Ну понятное дело Что проще было Объяснить вот эту историю Что Бог един Троичен в лицах С помощью Наглядного примера Лучше всего подходил Клевер Ну есть проблема Клевер-то бывает Еще с четырьмя листочками Но здесь Да мы имеем в виду Конечно клевер С тремя листьями Четырехлистник Это уже у нас Фольклорная совсем история Да Как мы все знаем Да Ну и все-таки Не будем забывать То что Что в Ирландии После крещения Во-первых Что мне нравится Это Святой Патрик И другие Соответственно Церковные деятельности Которые были в Ирландии Они Соответственно Крестили Очень мягко То есть Прямо Они просто У них община была Рядом с поселениями Мы здесь Рядушком побудем Поприходим На ваши праздники Попроповедуем Так вот Крестили вождя Вот Замечательно Можно идти дальше Там обучались Письменности люди Которые Соответственно Тоже Занимались Именно проповедческой Деятельностью Это первое Что мне нравится Во-вторых Они считали Незазорным Использовать Именно Символогию Символогию Фольклор И прочие Вот именно вещи Которые были Родными для ирландцев И Скажем так С их помощью Опять таки Адаптировав Похот христианские Ценности Которые были тогда Тоже обращать Людей в христианство Ну И Таким образом Там Долгое время Было Какое-то Интересное Свое Христианство Особенно Это Наглядно Просматривается На Различных Законодательных Скажем так Возможностях То есть Например Там была В ирландцев По крайней мере В раннем Средневековье Точно такая вещь Как тестовый брак То есть Мы типа Поженились Мы живем вместе Да Может детей Нажили Но через какое-то Время Можем Развестись Вообще Полностью И самое главное Дети Они получают Наследование Вот в этом плане Да Причем Многоженство Да В Ирландии Священники Все спокойно Могли жениться Никак Это потом Стало пресекаться Естественно Уже С английскими Всякими Этими Наслоениями На самом деле Даже раньше Английских Поговорим об этом Да Да Может быть Но тут Как раз Такая Мягкая форма И когда ты читаешь Вот о Монашестве в Ирландии Вообще О религии Тебе как даже Приятно об этом читать Плюс В ирландской религии И в ирландской мифологии Невероятно возвышенное Отношение к женщинам Причем даже Если в сагах Изначально Там очень властные дамы Невероятно красивые Плюс там поклонение Прямо перед женщиной Как перед прекрасной дамой Точно такое же Вот такая же Вот Именно Щепотка Вот такого Вот Сакрального отношения К женщине Она сохранилась И в Ирландской церкви Поэтому Вот такое послабление Ну вообще Ирландская церковь Это интересный феномен Что надо Зрителям сказать Вот на самом деле Большинство думают Что это что-то католическое Ну потому что Мы привыкли к Ирландии Как к стране католической Более поздней А ведь Кельтская церковь Это абсолютно Собственный феномен Долгое время Католическая Традиция Ну как ты вот говоришь Да Она просто До туда физически Не могла добраться В 12 веке Добралась Да 11-12 век 11-12 век Это в принципе Некий период Централизации Церковной власти В Западной Европе То есть До какого-то момента Не было такого Вот Даже целеполагания У Рима Но он наверное И не мог себе Это позволить Ну как-то там Попадешь В ту же самую Ирландию Да Вот И вот этой Единой традиции Единого Какого-то вот Западного Такого обряда Календаря Ничего этого Не существовало Потому что Вот Те люди Которые будут нам Писать Что же это вы Про католического Патрика Как раз Не понимая Что Ну в принципе Любой Дораздельный Святой Он как бы Автоматический Как бы и православный Тоже Да Ну у нас понятно Еще праздник Вот учредили Несколько лет назад Да Всех Святых Земли Ирландской Не только Патрика Кстати говоря Да Там их было много Они все интересны Но Традиция была Совсем не похожа И вот Мы тут немножечко О своем Ась прости Очень интересный вопрос Того что Эта традиция Не замыкалась На островах Через север Через северные страны Она активно двигалась И Как центр христианизации Ирландия Ведь очень сильно Повлияла на северные страны И мы знаем Что и в Новгороде Мы находим По крайней мере Археологические Доказательства Присутствия Вот расскажи Мне вот интересно Вот этот человек Вот он сейчас Расскажет Во-первых Не все Сейчас наверное Мои коллеги Реконструкторы скажут Но вообще Очень большое Присутствие Ирландских Вещей По крайней мере Мы находим Что на территории Опять таки Государственных образований На пути Из варяг в греки Так еще и в Ирландии Опять таки Буквально пару лет назад Был найден клад С монетами Владимира Крестителя Это конечно же Не доказательство Того То что Типа вот там Вот например Были русские Здесь были ирландцы Там везде были викинги Да Вот эти вот странные ребята Это просто было Скажем так То что Контакты Однозначно были И каким-то образом Они значит дошли На территории Курской области Были найдены Ирландские Плащевые фибулы Которые сами по себе Уникальны И ты понимаешь Что это точно Ирландия Все таки литье Оно очень сильно отличается В зависимости от того Где оно производилось Фибула Да фибула Именно здесь Они огромные Вот с такенной иглой С невероятным стилем На храмах были В 12 веке Опять таки То ли Новгород То ли Киев Были вот как раз Именно характерные Для ирландского Кельтского Вот этот звериный стиль Именно для него То есть артефактов Очень много И можно предполагать То что На территории Русских государственных Образований Были по крайней мере Хоть какие-то диаспоры Вот Ну я слышал Такую рабочую версию Что как минимум В Новгороде Была община Кельтской церкви То есть Миссионеры Которые шли Через Скандинавию Пришли Причем возможно Даже раньше Чем христианство Двигалось С юга Ну по крайней мере Параллельно И они Параллельно Существовали Вот Ну Знаете еще что хочу сказать По поводу Вот религии Монашеской Наполненности Вообще Кельтской Церкви Мне лично Как литературоведу Приятно Что она такая Литература Центричная Потому что Вот не зря Есть мнение Вот именно У литературведов Что Вся вот эта Кельтская Монашеская Культура Она больше Литературная Чем религиозная Потому что Мы вот видим Что переписывали монахи Это либо опять Какие-то сказания Сказки Они сами сочиняли Потому что Настолько сохранено Вот переписывал монах Евангелие И тут вдруг Потом на полях Стихотворение какое-то Там про его кота Или просто Сидим в ночи С котом вдвоем Да-да Пангур Другу не мешают Пангур-бан Вот занят Я борьбой с грехом А он борьбой с мышами Ну нет Я просто Пангура Не могу не процитировать Люди же не слышали Ну Ась Ну да Пангур-белоснежный мой Это легендарный кот просто Мне кажется Каждый ребенок Ирландский знает Да и не только И уэльский тоже И шотландский Знает Кто такой Пангур Это как у нас Наверное Каждый ребенок знает Сказку посадил Дет репку Нет Ну вот это же Был какой-то человек У него значит Был этот Пангур Он у него жил Монах Кот у него Конечно И он его увековечил Так что прошло Полторы тысячи лет Там вот страничка Переписан какой-то церковный Религиозный какой-то текст И лапки Кошачьи лапки Просто котик оставил Эти лапки Вот И плюс Что еще Монах Это вот очень сложно Представить Это монах Что делает монах Есть переписанные Сказания Есть плавание Святого Адамнона Как бы История святого Но она настолько Легендарная Это просто Ад Данте Но на ирландский манер То есть мы там видим Как этот святой Адамнон Он Попадает в ад Ну скажем так Не совсем ад Потому что Если мы говорим Про кельтскую Вообще культуру Про ад Там очень сложно Как-то определить А он попадает в место Куда потом Где оказываются души Умерших людей И такого образа Нет ни в одной Больше культуре Что там видит Этот святой Он видит Огромную Гору На вершине которой Две какие-то Огромные пластины Которые Как-то так Сталкиваются По одну сторону Этой горы Грешники По другой Сторону Праведники И вот этот Стук этих двух Пластин Для Праведников Он приятный Он Как ветер Сидов Вот этих Каких-то существ Ирландской мифологии Этих фей Звук Невероятно приятный А для грешников Он им прям доставляет Настолько дискомфорт Они закрывают уши Им вот это страшно Так что Вот такое переписывали Монахи Красиво Да Ты как литературовед Скажешь Я так скажу С религиозной точки зрения Это достаточно интересный Пример заимствования Традиции Развития христианской Потому что Ну вот если мы обратимся Например К скандинавской Традиции Там же тоже монахи Важную культурологическую Функцию Выполнили записав Тем не менее При этом они Достаточно Чистоте Сохранили И христианское учение Интересный факт Тоже будет Наверное Нашим зрителям Что никакого Чистилища Например И такого Стройного учения Об Аде Которое мы видим Там вот Отраженного Например У Данте На тот момент В Риме В католической церкви Тоже не было А вот эта символика Того что Там В Аду И в Раю Действует Какая-то Одна и та же сила Просто одни от нее Мучаются А другие Она существовала всегда Но такого образа По-моему Нигде не было То есть Они получаются В каком-то смысле Свою вот эту вот Религиозную традицию Воплощали В очень интересных Смыслах Да Это потрясающе Уникальная литература То что было В Ирландии И Какой период Вот рассвета Всей этой культуры Ирландской Продатой Самая скучная В истории Именно ирландской Слушай Если мы берем Келлскую книгу Например И вообще Рукописи какие-то То мы можем Вообще сказать С шестого века Шестой Девятый Примерно Если рукописи То есть это Очень ранний Христианализация Очень ранний Расцвет культуры Да Литература Если какая-то Вот опять Барды Монашеская поэзия Это скорее всего Уже одиннадцатый Будет То есть Я вообще Даже так могу сказать Не было Какого-то упадка Вот до Где-то века Семнадцатого Ну там Понятно Исторические Какие-то катаклизмы Помешали Но вот чтобы сказать Что вот это Расцвет Потому что если Древние кельты Мы уже сказали с вами Вот То есть до нашей эры Сильно-сильно А вот начиная С первых веков Христианства Не было упадка Совершенно Это удивительно Это уникальная история Причем Мы если говорим Об образной составляющей То же самое Вот то что ты сейчас сказал И вообще Какие-то константы Вот представления Мировоззренческие Потому что И всегда это Невероятно красиво Там Потусторонний мир Ирландцев На островах Располагается Поэтому у них Был особый Литературный жанр Плавание на островах Вот по цветову бренда Да Пожалуйста То есть нигде Мы такого больше не найдем Ну Святой Коломбо Да Тоже Путешественник Все моряки Все путешественники Вот это Постоянное движение Это тоже Вот в ирландской Литературе Мифах Оно постоянно А Валон Это Кельтская история Кельтская история Да Легендарный остров Валийская 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 То что потом Толкин использовал Кстати говоря Когда Валенор описывал Да Да Хотя пытался У него же была Какая-то попытка Такая немножечко Создать свой Англосаксонский эпос На базе синтеза Соседних Очень интересный В этом плане Ну здесь мы просто Можно говорить Кельтская история А это уже у нас Нюансы Вот опять Мечес Калибур Тоже Уэльс Не Ирландия Все что Камелот Все что с Артуром В основном связано В основном Это у нас будет Уэльс Кроме некоторых Историй рыцарей Всяких Типа вот Тристан Изольда Это будет Ирландия И вот Ланселот А вот это Англия Уже будет Вот это уже Скорее всего Английская Но опять В целом Это все Очень органично Сочетается И спасибо Томасу Мэллори За его смерть Артура И мы все-все-все Про это знаем Восемь книг Огромный Том Читать весь Не обязательно Там некоторые книги Интересные В основном Как раз Когда описывается Вот эта история Ланселота Рыцаря С которым Изменила Артура Его королева Гвиневра Ну потому что Прям любовный роман У нас получается И кстати Королева Гвиневра Жена Артура Это она ему подарила Круглый стол Дубовый Кстати И есть же история Сколько рыцарей Круглого стола На самом деле Тоже источники разнятся Вообще Типа 150 Вот у Вот у Мелори Томас Мелори Это 15-16 век Автор И вот там Якобы королева Подарила На 150 мест Круглый стол Есть источники Где 1600 рыцарей Можут сидеть За этим столом Вот так-то Столик такой От души От души, да 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 Знаете, почему Круглый стол Кстати, круглый стол Чтобы все были равны Ну да Местничество Ну вдруг Наши-то Смотрят Не знают Куда все делось Вот До нас До нас Здесь в России Очень многое дошло Из кельтской культуры Через английскую культуру Напрямую Мы сейчас живем Это вокруг нас Просто в воздухе Да Не только вот эти вот там Тыквы какие-то Непонятные Коммерческие А вполне себе Высокое искусство Тыква Кстати говоря, тыква Это ведь не Совсем китчевая история Это же вообще легенды Романтической эпохи Это 19 век Джек Латтерн Джек-светильник Эта традиция Еще дальше идет Но Джек Латтерн У него репа была Достаточно стремная Да Там же Ну и репа Он же дьявола победил А история борьбы с дьяволом Извините Сколько ей? Да-да-да Ей огромное количество Да Та самая сказка Про пьяного ирландца Который обманул черта Класс И чего в результате? Ладно Слушайте, анекдот Про святого Патрика вспомнил Почему нет? Это даже не совсем анекдот Значит, есть такой Один из ирландских писателей Он прям Флан Убрайен Такой чистый ирландец Это 60-е, 70-е И у него есть роман Называется Архив долги Это пригород Дублина Там история о двух друзьях Которые вдруг встречают Сумасшедшего ученого Который хочет мир уничтожить Просто Мир уничтожить И он там, этот ученый Абсолютно сумасшедший Потрясающий герой Вот прям понравится Просто убеждаю вас Ну так вот Этот ученый говорит А вот один пожилой профессор Толкует мне, что два святых Патрика Да ничего подобного Этих жучил у нас четыре штуки Со всеми их трилистниками Вот так Это тоже история о том Что есть теории Что святых Патрика было несколько За счет того, что очень много Вот этих различных легенд И это тоже нормально Ну мы же даже не знаем Сколько их там будет Мы можем только на выходе знать Что когда примерно Ирландия крестилась И примерно мы понимаем Что какой-то человек все-таки был такой Да, конечно И был он, видимо, Патрицием, кстати говоря Да? Нет? Да Ну не зря же у нас Ладно, главный вопрос Лиса Патрикевна, она рыжая И она родственница? Нет Как бы ни хотелось Они не родственники Была бы очень красивая история Но, к сожалению, это новодел Он не имеет никакого подтверждения Нет, Лиса Патрикевна Не является ни родственником Святого Патрика Никакого символизма Об объединении Славянского и Кельтского Разрушитель и легенд Но тем не менее Мы уничтожаем ваши сказки Не надо Смотри На самом деле Вот мы многим рассказали Надеюсь, сегодня Очень важную вещь Что связи-то все-таки были Связи были И это парадоксальная история Мы вот не понимаем Насколько весь этот Север Европы Он вот связан Совершенно другими путями Непонятными нам И еще Немножечко разбавим Эту историю Ну куда Ну это не анекдотичная история Слушайте Но забавная Это шутка такая Между какими культурными героями Самое неудачное свидание? Между Медузой Гаргоной И Святым Патриком Да И даже есть мемы Где за столом Сидит Медуза Гаргон Абсолютно лысая Потому что мы знаем Что у Медузы Гаргона Змеи вместо волос А со змеями да Да Мы же забыли про это Это важный элемент Вот это поворот Как жаль, что не каждый поймет Действительно Так мало Не все поймут Многие вспомнят Да Тут история тоже легендарная Мол, Святой Патрик змей Из Ирландии всех изгнал Там правда змей нет Говорят, что нет Ну мало Прям очень мало Есть Обнаружили каких-то Ужиков Совсем безвредных Но каких-то ядовитых Да, Ирландия свободна от змей Да, Ирландия нет змей Но есть Есть англичане Да, есть предположение Что это симвология Относящаяся именно к язычеству Типа то, что змей Он же змей-искуситель Как раз именно Тот самый человек Который Сделал плохо Адаму и Еве И есть предположение То, что изгоняя змей Он изгонял язычество Из Ирландии Это главная метафора Что он изгнал зло Да Кстати У нас же есть какие-нибудь Источники о том Как он там Изгонял язычество Что кстати интересно Вроде бы насколько помню Но это опять-таки Сильно позже было записано В житии Святого Патрика То есть уже через Сотни лет После его жизни Это как раз таки Как он именно с друидами спорил И по итогу Крестив Ирландию Он Тут интересно Сжег книги друидов Хотя мы знаем Что письменности Они не оставляли Это вот по-моему Как раз седьмого века Жизния Самая, которая Пространная Такая Патрик ни в чем не виноват Книг у них не было Вот человек может подтвердить Это абсолютно Книг у них не было И как мы уже говорим Христианство в Ирландию Приходило очень мирно Ну вообще Это великая христианская культура Как мы понимаем Да Все-таки Что произошло С ирландской культурой Насколько она сохранилась До наших дней Первозданной И насколько по ней Проехалась английская культура В какой-то период времени Ты вот говоришь Бардов запрещали И так далее Мы, конечно, поговорим О этих тяжелых отношениях В отдельном выпуске Но, наверное, пару слов Надо сказать Ирландской культуре В каком-то смысле Очень сильно досталось И от англичан Да много Много от кого Потому что в какой-то момент Стали считать Что у нас совершенно непонятная Эта культура Слишком отличается А к тем, кто отличается Понятное дело Отношения тоже неоднозначные Но Ирландия Страна богата На потрясающих авторов На художников, кстати, не богата А вот на литераторов Даже очень И Это особенность Вообще любого ирландца Он патриот Вот до кончиков ногтей Практически все Вот авторы номер один Ирландские Это патриоты Практически все они Обращаются к кельтской культуре Кельтской мифологии Читать тексты Даже самые маленькие Вот, допустим Беккета, предположим Того же Кажется, пьесы Но их без комментариев Читать очень сложно Потому что все их тексты Они начинены Они дышат этим ирландским фольклором Поэтому то, что это сохранено То, что это переведено Можно вообще с уверенностью Сказать, что мы очень много знаем И очень много сохранено У нас древний такой Вот Плотной Насыщенной Кельтской Ирландской культуры Вот и ирландской Кельтской тоже Да у кого? До того же Джойса Давайте У нас у главного модерниста По сути Все тексты Любой Даже маленький рассказ Ты возьмешь Он начинен И мифологией И какими-то христианскими нотами И, конечно, историей Борьбы с англичанами Но об этом попозже Я думаю Так что Да, вот поэтому Мы очень много знаем Про ирландскую культуру И очень много сохранено И тот, кто хочет Это очень здорово Может копнуть Потому что источников много Источников реально очень много Сколько у нас Нобелевских лауреатов По литературе По той же Среди Ирландских авторов И это все Ирландские авторы Патриоты То есть Вот тоже Надо уметь Заметить То есть Мировое сообщество культурное Оно замечает В этих авторах К чему они обращаются Ну Это дорогого стоит Это очень радует Ну если нам После этого Какой-нибудь орден Ирландские не дадут Выпуска Я даже не знаю Ну слушайте Шейн МакГоу Он хотя бы Вот Создатель Такого жанра Как фолкпанк Группы Легендарной группы The Fox У которого Скажем так Джонни Депп В клипах снимается И периодически На гитарке играет Этот человек Себе В 60 с лишним лет Зубы Наконец-то Поставил И настолько Это было Легендарное событие Для всей Ирландии Что президент Ирландии Ему грамоту дал Из-за этого И фильм документальный Сняли Это был Это во-первых Только так можно Грамоту Да-да Это очень популярный Певец Это можно сказать Современный Ирландский Вот именно Такой поэт Который очень много Как раз именно Рассказывал Об Истории Ирландии В том Что в ней происходило Через такую Именно народно-панковую музыку Прям вот Популяризировав ее Породив целый Отдельный жанр Вот Настолько Легендарная Личность Он очень много Чего сделал Он скажем так Как Вот та ситуация То что Президент ему руку Пожал Ирландии Это как если бы Коршку Дали народного Артиста И еще Грамоту За вклад В развитие Отечественной Российской культуры Он просто не дожил На самом деле Да А Шейн МакГовен Кстати дожил Несмотря на то Что Это человек Который сейчас выступает На инвалидной коляске Как бы его образ жизни Деструктивный По отношению к себе Его довел Я бы не удивилась Если бы Горшневу Дали премию Я бы тоже не удивился Извините У нас тут несколько лет назад Бобу Дилану дали Нобелевскую По литературе Между прочим Так что Чем черт не шути Государственную премию Горшку Я считаю да За популяризацию Славянского фольклора Не только Ну слушайте А вот есть Музыка прошла проверку Временем А есть там что-то кельтское Вот А это ты скажи Лавкрафт там точно Лавкрафт да Да Гон там есть Понятно Кстати Давайте про Лавкрафта Да поговорим Тоже Насколько Английская литература Зависима Вот от этого Кельтского Корня своего Сколько там Всего этого много Начиная там От По И заканчивая Стивеном Нашим Кингом Который Как бы Через Лавкрафта Все это впитал Да и живопись Там прерыв элитов Мы вспомним У них все кельтские сюжеты Просто Все вдохновлено кельтами Вот так Я тут уже как любитель Как кельтолюб говорю Шедевры Кельтолог Да Кельтолюб Кельтовед Давай побуду Кельтологом Побудь кельтологом Хорошо Ну что Скажем еще что-нибудь Ну что могу сказать Мы сегодня Кратенько прошлись О кельтской культуре Об основных праздниках Таких как Хэллоуин И День Святого Патрика Вообще На самом деле Честно говоря Можно бесконечно Говорить об этом всем Потому что Тут часов Не знаю Сорока не хватит Для того Чтобы по краешку Пройти с изучением Всех источников Но Что я могу сказать Про Ирландию Саму по себе Кельтская культура В Ирландии Осталась В Большом Количестве В частности Это можно Поблагодарить Во-первых Народную память Во-вторых Пришедшую Хотя бы И извне На христианскую культуру Потому что Саги Скеллы И прочее Еще В шестом веке Записывались На ирландском языке В то время Как тому же Данте Пришлось Бороться За то Чтобы писать Не на латыни А на итальянском Свою родную Литературу Здесь она Смогла сохраниться Благодаря Опять таки Христианской культуре И перенесенной Именно христианской Письменности Ирландия пережила Очень тяжелые События Связанные с ее Скажем так Соседом Но Несмотря на это Я даже Не знаю С чем сравнить Потому что Феникс Говорит неправильно Кельтская культура Не умирала В ирландцах Она продолжает Своё существование И Мы надеемся То что Не забывая О своих корнях Современная Ирландская культура Будет создавать Все новые И новые Произведения Искусства А это Не последний Наш разговор Об Ирландии Только первый Ставьте лайк Не забывайте Подписываться Следите за нашими Новыми видео Спасибо большое До свидания Эрен Гобра Какой молодец А я подмигнула А Все свободны Да Я забыл На какую камеру Работать Опять Вы меня запутали Один Другой Другой Вот это тоже Вырезайте В конце выпуска Я вам оставлю Я вам оставлю Спасибо за субтитры